У нас какой-то... Скажите, пожалуйста, а как развить искреннее желание служить любовным учителям? Общайтесь. То есть надо взять за основу всегда, если мы хотим себе развить какое-то качество, но ищите такую личность, у которой эти качества уже проявлены, либо, по крайней мере, проявляются очевидно. Начните общаться с такой личностью, служите ей. Общение с такой личностью — это уже служение. А он передаст вам это настроение. Просто читайте книги Прагхупада. Прагхупада в совершенстве владел этим качеством. Вы будете читать, и вы будете перенимать его качество. Книги Прагхупада — это основа. Там все есть. Все качества Прагхупада развиты. Если мы просто читаем книги Прагхупады, побольше их читать нужно просто. Вы прям почувствуете, что к вам переходит его настроение Прагхупада. Вот на какое вы хотите качество медитировать, открывайте книгу, читайте, и именно это вам будет оттуда выйти. Так действует Прагхупада. Много раз доверяйте Прагхупаде. Заверяйте — это есть вера в духовного учителя. Если пока это нету веры, такой вот, как Вани, да, то тогда среди предных, посмотрите, кто-то из предных наверняка этим качеством уже владеет. Искренне. Просто служите, общайтесь с ним, и он передаст ему эти качества. Все просто на самом деле. С одной стороны. С другой стороны, у меня нет времени еще с кем-то общаться. Такое тоже нужно. У меня нет времени, нет времени, нет времени. Надо найти это время. Пусть предные вовлекают вас в какое-то служение. Они передадут вам тоже эти качества. Цените предных просто. Цените Прагхупады и предные — это просто, ну, кладезь. Как один предный сказал на лекции. Деванри-то с вами ухарождал лекцию давно, может, не знаю, лет десять назад. И один предный, он после лекции задал вопрос такой. Гараж, я вот живу далеко от храма. Я вот торты всегда делаю. И предные мне звонят только тогда, когда мне торты нужны. Как вот это воспринимать? Это мне уже просто неудобно как-то. Вот как только торты нужны, мне звонят. А так никто не звонит мне. Как вот быть? Ну, а все это знают, что это так и есть просто. Все знают, что он преданному просто. И всем как-то так неудобно стало. И подумали, ну, сейчас махараш нам всем даст пинков, в общем. И все так раз, напряглись немножко. И махараш, что думаете? Махараш сказал. Он сказал. Радуйтесь только, что хоть так звонит вам. И предные все обрадуются. Предные – это ценность на самом деле. Это очень ценные вообще фрукты преданные. Цените предные. Общайтесь с ними. Как правильно понять, что духовный учителник всегда находится с учеником? Как личность, которая обладает мистическим учителем, или как парамархма в сердце? Сначала просто примите это как голос разума вашего. Это минимальное просто вот такое требование. Кришна говорит, я тебе дам... Если ты идешь ко мне навстречу, я тебе дам разум идти ко мне. Все. Если вы встали на духовный путь, имейте в виду, разум, который у вас работает, он работает только благодаря Гуру и всем. Ну, Кришне Гуру. Все. Если ваш разум дает вам правильное направление, имейте в виду, это Гуру рядом просто присутствует и все. Никогда не думайте, что это я решил. Это я принял такое решение. Да разум принимает решение просто. Он анализирует. Плохой от хорошего, он различает. И вот если вы думаете, что это я это делаю, это иллюзия просто. Нет, это Гуру и Кришна дали нам разум. Вы можете так почувствовать, что это Гуру так зовут? Это минимальное. Не стремитесь к мистике. Я просто этот случай рассказал для того, чтобы здесь несколько человек сидит, и они просто сидят, и они вот именно этим вдохновляются, впечатляют, что Гуру как-то вот так должен проявиться, или он не проявляется. Нет, он может проявиться, и все. Но это не наша философия, а медитировать на такие мистические какие-то там ситуации. Они нам не нужны абсолютно. Прагхупада уже такую мистику показал. Ни один мистик не повторит то, что делал Прагхупада. Если надо было Прагхупаде, он и мистику показывал. Да, прям показывал, когда преданному не хватало просада, когда он раздавал с Виасасаной. А потом, когда начал прославлять всех, все в поклоне были преданным, прославлял, начал всех в поклоне были. А один преданный, он не поклонился, он прям был рядом с Виасасаной, и так поднялся, и сказал, что Прагхупада, мне вот просад не достался. Ну, просто посмотрел Прагхупада, так посмотрел, никто не видит, все кланятся. Все там, джай, джай, лучше джай. Прагхупада руку вот так взял за спину, и через какое-то время пироженку такой говорит, на, только никому не говори. Прагхупада великий мистик, самый великий мистик, величайшим мистика просто вот не было за последние, там, не знаю, сколько веков. Но он это не рекламировал, потому что это не наша философия, мы можем ей прельститься просто, поменять ее на бхакти просто, на преданное служение, мы можем поменять ее, думаю, сейчас нам мистика нужна. Да не нужна она нам, это мистика, она должна стоять за дверью, и вот так со сложными ладонями говорит, когда, когда тебе послужить? А преданное говорит, нет, пока отдыхай, пока мне это не надо. Так преданное думает, ему не нужна эта мистика. Не мистика ли это, что мы вообще еще в сознании Кришны в такую эпоху страшную? Вот она настоящая мистика. Столько соблазнов вокруг, столько всего и нормально все. Вот она мистика. Ну вот это вот минимальное требование, гуру в разуме. Задавайте вопрос, получайте ответ внутри, имейте в виду, это гуру вам помогает. Человек прохупаза помогает. Можете его голос даже слышать, как он внутри, по-русски говорит. Имейте в виду, прохупаза все языки знает. Один раз я так упал на дават в отчаянии, мне надо было решение принять, что от меня требовали просто, скажите уже, так или так. Я думал, сейчас вот так скажу, я тебе обидится, а так скажу, я тебе обидится. Я устал, у меня уже голова разболилась. Я пошел в алдарму, упал на дават, прочитал про наму, прохупаза. Я говорю, прохупаза, пожалуйста, вот дайте мне какое-то понимание, как действовать. И прохупаза четким русским языком сказал, вот так. Я уже не понимал, что он сказал, мне было просто неописуемо, просто внутри, так прекрасно, что я хотел, чтобы прохупаза еще что-то сказал. Просто пусть скажет что-нибудь. И я начал придумывать вопросы, прохупаза, может еще вот так вот. А он молчит уже, он понимает, что я просто вот негодяй. А прохупаза, ну вот так, и вот так, ну скажи, ну скажи, ааааа. Я ревел, лежал, просто от того, что услышал этот голос, родной вот этот, знаете, вот голос прохупазы. Только русский зачем-то. Верьте, верьте, что гужей нет. И он откроется. Наши грехи нагружают гуру. Но речь идет не только о нарушении принципов. Что-то еще? Все грехи, они на самом деле входят уже в принципы. Если так, разобраться просто. А оскорбление? Ну, к какому приходит? Какое грехо оскорбление? К какому принципу относится? Третье. А какой третье? Третье. Оскорбление, с чем оно связано? Когда мы оскорбляем кого-то? Зависть. Гордость. Гордость, зависть, вот эта алчность, вот это то, что я вот здесь что-то значу, и что это такое? Это азарт, азарт, азартные игры, это махинации, это обман. Это обман просто. Очень много, очень глубоко может туда, это же четыре столба, на которых визжится вся материальная цивилизация. Мясоедение, интоксикация, азартные игры, махинации и незаконные половые отношения. Все туда входит. Незаконные половые отношения, я не знаю, что они должны быть грубыми. Просто посмотрел праву на матерже и вот, пожалуйста, если завожделел, все, нарушение принципа, в принципе уже. Если так разобраться. Что в уме, что так, а в райце большой нет. То же самое. Поэтому лучше не смотреть праву на матерже. Зачем? Лишний раз просто. А что смотреть? Хоть смотри, хоть не смотри, все равно не достанется. Со сложными ладонями матушка, мать, это чья-то жена, чья-то сестра, чья-то мать. Культивирует. Сначала не будет получаться, а еще что-то будет хотеться, что может она еще кто-нибудь. Нет, она мать или сестра чья-то или чья-то жена просто и все. И все. И как я могу что-то о ней думать? Я должен уважать. В конце концов, это энергия щематерадхарани. Как я могу вообще что-то думать? И вообще-то предная начата ученица. Будет ли гуру впечатлен вот от моих мыслей? Нет, это тренировки. День за днем, день за днем, день за днем. А потом эта привычка войдет и вам уже не надо будет напрягаться. Вы видите матерже и понимаете, только почтение, уважение к ней и все. Больше ничего, никакие дурные мысли в голову не лезут. А о чем еще можно думать? Ну сначала тренироваться нужно, и все, тренироваться, тренироваться, а потом это придет. Вот идет, идет. Надо потренироваться. И тренируемся. День, два, три. Классные тренировки вообще. Вот валенький правый, молодец. Нет, признавайте себя честно, искренне. Отворите взгляд просто и все. Или в стопы смотрите. Когда в стопы будете смотреть, не захочете ни о чем думать. В стопы просто и все, хотя бы умеет. Тогда мы все этого избежим. Тогда наше движение, оно будет очень сильным. Почему оно слабое, наше движение сейчас? На самом деле оно слабое. Не то, чтобы прям полностью слабое. Но и сильное оно, скажем так. Не такое, как хотел бы вот Прабхупалу, чтобы мы сейчас просто взяли и сдвинулись с мертвой точки всю эту безбожную цивилизацию. Почему? Ну, потому что вот у нас нет силы матажинской и все. Сила в женщинах, она у них. И наша задача дать защиту им просто и все. Не так, что и всех надо замуж позабирать. Нет, защиту просто им дать, чтобы они могли качественно служить Кришне и Гуру. Защищать их просто, а не вожделеть. Защищать просто и все. Также ответственность на матажах, тоже вести себя достойно и прилично. Все, тогда эти две энергии, они в совокупности такие чудеса могут делать. Так служить можем Кришне очень сильно. Но в середину надо ставить предное служение. И больше ничего. Если между мужской и женской энергией встает что-то другое, нежели предное служение, тогда это деградация, это вожделение просто и все. Нарушение принципа. Тогда Гуру да, тогда Гуру будет уже работать, трудиться только на что делать. Любое наше действие должно быть как подношение к духовному учителю. Всегда. Прежде чем мы что-то делаем, мы думаем, могу ли я вот это как подношение принести своему Гуру? Я хочу долго поспать. Но это действие уже. Значит, я должен это действие преподнести Гуру. Гуру понравится это? Гуру Махараш, я вот вам предпоношу долгий сон. Так, туси сверху положу. Ганги капнул. И предложу. Арпанамаста Гуру дает, пожалуйста. Нет, не по-насу. Вот это разум. Включать, отключать, работать, работать над собой. А потом постепенно вы уже будете знать, что Гуру нравится, что не нравится. И по мере этого можно будет чувствовать внутри всевозрастающее счастье. Счастье, счастье. Потому что духовный мир, он из этого состоит, из всевозрастающего счастья. Всегда оскорять себя с Гуру, с духовным учителем. Понравится это Гуру или я? На чем нужно основываться при выборе Гуру? На чем нужно основываться при выборе Гуру? Главное, на чем не нужно основываться, это на внешних вещах. То есть не нужно основываться на том, как он киртан поет, как он ходит, как он одевается, как он говорит, что-то такое. Это все внешние вещи, они тоже нужны, но это не основа. Основой лучше является его настроение, когда он дает какие-то наставления или знания, и вы должны чувствовать, насколько они входят вам в сердце. Готовы ли вы следовать тому, что говорит этот духовный учитель? Даже если это не ваш. Если вы чувствуете, что вы за ним готовы хоть куда пойти за этим Гуру, это ваш Гуру, значит. Но также еще можете воспользоваться разумом в плане каком. Есть духовные учителя, сейчас вот у нас для русских есть русскоязычные учителя. Ну, лучше, конечно, принимать Гуру такого русскоязычного. Почему? Ну, это я ни в коем случае не говорю, что если у кого-то уже есть не русскоязычие, значит это уже плохо. Нет, все хорошо. Надо просто понять одну вещь, что принцип Гуру, он везде одинаков. Гуру один. Кто Гуру? Нитянанда. Для нас сейчас Нитянанда – это изначально духовный учитель. И он приятен в любом духовном учителе. Можно это и выявить, и почувствовать это все. Но также, если есть возможность, такая, я, например, со многими общался, со старшими вайшнаумами, которые принимали духовных учителей, учеников Пракупады. Они говорят, вы сейчас более везучи, удачливы, потому что у вас есть возможность принять Гуру русскоязычного. То есть вы можете общаться с ним близко, то есть письма писать чаще, то есть встречаться больше. А это очень ценно, на самом деле. Но если ваша вера сильная, и вы понимаете, что Гуру один, и везде во всех один он, то тогда нет разницы, русскоязычный, нерусскоязычный. Если вы чувствуете любовь к нему, какое-то, понимаете, вот такое благоговение – это ваш духовный учитель. Сто процентов. Значит, вы уже где-то с ним связаны. И он вас ждет просто, когда вы придете к нему. Как Гуру Махраш говорит, спросил, как гуру узнает своих учеников, то есть. Или как ученики узнают, что это их гуру. Он говорит, это очень просто. Он говорит, пример таков. Много цыплятости бегают. Если курочка выходит, одна кочка, то ее цыплята сразу бегут к ней. То есть они не думают, так, это моя мама или не моя мама. Нет, они сразу просто к ней бегут. Все вот так, говорит, ученики тоже. Только увидели, ой, это мой гуру. Все понятно, значит, это ваш духовный учитель. Но самое главное, то есть вы должны быть вдохновлены его деятельностью. То есть вас впечатляет его деятельность, его настроение. С каким настроением он выражает мысли о духовном знании, о духовном мире, о духовном учителе. То есть вы влюбиться должны в него, в его харизму внутреннюю. Не во внешнем. Если у вас есть друзья, окружение друзей, сознание Кришны, и у них один духовный учитель, имейте в виду, лучше примите этого же учителя. Потому что вот это ваша семья уже будет. А потом вы поймете, что райиси нету ваш гуру или другой гуру. Райиси никакого нету абсолютно. Вас в отношениях будут связывать гуру. Гуру – это наставление, это жизнь целая. Это не просто там личность, тело. Тело сгорит, Павелис говорит, и привязывается к телу. Но к личности привязаться нужно, вот к тому. Ну, такие простые основные ориентиры. Читайте книги, празднуйте учителей, где-то почувствуйте, что вот здесь вот хорошо и предлагается доступно для меня. Слушайте левцы. Ага, вот здесь как здорово, вот это хочу делать, как он говорит. Вот я бы сделал бы это вот так, вот проникайтесь тоже. Кто-то вам книжку может подарить какого-нибудь духовного учителя. Имейте в виду, это может знаком быть. Гуру идет вам так. Кто-то диск вам подарит с лекциями какого-нибудь духовного учителя. Кто-то фотографию просто подарит вам. Уже задумайтесь просто. Все, гуру может так проникать тоже. Я на днях слышала письмо, не слушала, я прочитала письмо. Ученик выражает претензии духовному учителю по поводу того, что духовный учитель не нашел ему жену. Входит ли это в обязанности духовного учителя? Духовный – это духовный. А семья, простите меня, сначала дай жену, потом дай детей. Я был у астролога, и астролог сказал, что мне не положено пожить детей, но вы духовный учитель, дайте мне духовное. Если вы не дадите, я все просто и не даду. Входит ли это в обязанности духовного учителя? Есть родители, есть друзья, есть астрологи. Почему так напрягают этих духовного учителя? Это невежество, вы правильно выражаете мысль. Это просто невежество, там агуна, это догнала гуна карму вот такая, просто совершить такую вот аппаратку просто и все, по отношению к духовному учителю. Конечно же, духовный учитель не обязан это делать. Он же духовный учитель. Он учит только духовной науке. Не нужно гуру уйти с материальными вопросами, с какими-то проблемами. Для этого, если вы правильно говорите, окружение, друзья, близких, которые могут заниматься этим всем. А так, нет, ну зачем? Прахупада, я один раз смотрел, Прахупада, один ученик ему массаж делал. И пришел другой ученик. Я говорю, Прахупада, дайте мне благословение развестись. Я потому что нашел другую матаджу. Этот ученик, который массаж делал. Именно он делится этой реализацией. Это ученик, который массаж делал. Он это рассказывает слух. Где-то по стопам всего Прахупада эта маленькая история. И он говорит, этот ученик говорит, я подумал, что сейчас Прахупада скажет, ты о чем говоришь, какие там разводы. А Прахупада говорит, ну ладно, хорошо, разводись. Дал ему благословение. И он ушел. А этот ученик сидел и думал, как так вообще? Прахупада нас учил всегда этому, а тут такой говорит сам. И у него этот вопрос начал внутри. И Прахупада это почувствовал и как-то вдохновил ученика все-таки задать Прахупаде этот вопрос. Почему так? Вы ответили ему. И вот ученик задает, Прахупада, как вообще вот так? Вы нас учите тому, а здесь вот так вот. И Прахупада говорит, даже если бы я ему не дал благословение, он бы все равно бы развелся. А так, по крайней мере, меньше грех будет. Прахупада, представляете, берет на себя даже это. То есть сейчас многие, то есть настолько материальная энергия, во-первых, очень сильная, то есть кальюга она набирает тоже жабаты. А многие просто люди, преданные несерьезной духовной практике, не очень серьезной, не ставят как бы такой акцент на духовную практику. То в мае их не щели просто и все. Поэтому не удивительно, что, да, вот такие вещи происходят. Ну, что вы поделать. Если вы правильно говорите, это не обязанность будет. Сначала жену, потом детей дать, дать. Давайте еще один вопрос. Историю про Кришну рассказать. Историю про Кришну рассказать. Самый серьезный и страшный вопрос на ней. Про Кришну. Сейчас вспомню какую-нибудь историю про Кришну. Которая со мной проходила, или так? Из Писания может быть. Как Кришна Гавардхам поднял в образце. С вами, с вами. Кому-то интересно может быть, как Кришна Гавардхам поднял. Из своих реализаций. Ну, одна из реализаций это была... Года, наверное, полтора назад, во Вриндаване, мы пошли на другой берег Емунды. Мы хотели переплыть. И там есть храм Лакшми, и Лакшми сидит в медитации, следует совершать, чтобы в Тани сразу войти к Кришне. И мы решили перейти на тот берег, туда пойти на Дашу, там похоринамить, чтобы как-то просто получить благословение от Шри Лакшми на аскезы, просто чтобы мы могли совершать эту опасию в этом мире для того, чтобы хоть как-то быть серьезными. Один из аспектов мы решили как-то вот так пополнить там, похоринами от чего мы хотели. И мы пришли, нас было, не знаю, может быть, человек семь или восемь. Пришли на берег, это было лето. Это был не сезон, то есть это не Картика, не горо Пурнима. И в это время бреда, он почти что пустой от паломников, от туристов, там никого почти нет. И когда вы там появляетесь в это время, то вы там просто, знаете, объект эксплуатации местных Бриджабаси просто. Тем более, если вы белый человек, ого, для них это вообще. И вот мы пришли на берег, и они сразу, эти лодочники, они прям бурьбой побежали к нам. И остановили. И мы с одним преданным другом, мы отошли в сторону, а в акте, человек шесть, наверное, там, или семь, сколько-то, они начали разрешать вопрос, там, цены, там, с кем поплывем, и там такое началось. Мы в стороне стоим, нам никто не подходит, они там все там решают. И все решить не могут, потому что те друг друга там перебивают, там, кричат на друга, я первый, там, это моя. В общем, мы стоим, наблюдаем, мы и кустас, на самом деле, мы вот и кустас вообще. И потом я другу своему говорю, говорю, Махараш, давай, замедитируй, потому что уже время, мне надо уже ехать. Что-то вот придумай, давай Кришну сюда призвать просто. Ну, а он такой трансцендентный, очень такой-то преданный просто. Не знаю, может, вы его знаете, Кришна Миша такой-то преданный. Вис, из Барнаула, вот с тех краев, кто там уже знает его. Но он шесть лет в Бенгалии прожил там, он просто там и в Бенгалии, и в Хиндии, и санскрит, он и английский знает, он эту пахаву знает. Он такой трансцендентный, уже лет двадцать. Я говорю, давай, замедитируй уже. Он такой, да это как стас, Кришна, смотри, здесь как проявляется. Я говорю, ну понятно, ну надо, чтобы уже какой-то результат был. Он вот так закрыл глаза, и раз, через какое-то время один лодочник такой, вообще какой-то со стороны такой появился такой, И прям через низ, через эту всю толпу такой, знаете, как ледокол такой проходит, смиренно так. И к нам двоим идет. К нам двоим прям подходит такой, и нам так. А лодки где-то метров пятьдесят, ну по верху туда, к нему нет. А вот где вот эта вся идет вот, разборка эта вся, лодок нету, одна какая-то старая задрыпанная стоит, на ней никто не плавает, она просто такая вся. И все лодки не там стоят. И он такой смиренно такой подходит, на руки такой складывает и говорит нам, про булл седам, плюс. И на эту лодку показывает. Она вообще там, что-то не тонет уже такая вся. Я такой, подожди, подожди, какой-то. А я смотрю, на моего друга у него глаза, там расширяется стазик просто. Я говорю, ты что, хочешь туда сесть? Ну, он же просит. Я говорю, мало ли, что он просит. Я говорю, не-не-не, он просит, чтобы мы туда сели. Я начинаю это чувствовать, что мама, а, ну да, ну, конечно, конечно, мы сели. И мы туда раз пошли, коем сели. Наши все это увидели, перестали со всеми там спорить и за нами тоже туда. И сели, сидим в этой лодке. Эти остальные лодочники, они в шоке просто. Они не могут понять, что произошло, они такие пытаются это сообразить. Видят этого лодочника, на него так смотрят и что-то тоже кричит на него, там что-то ворудут на него. Он смиренно разворачивается и уходит. Уходит туда, вот туда он к тем лодкам, которые где-то метров пятьдесят там по верху стоят. Мы сидим в этой лодке, они на нас орут тоже. Типа, ну что, туда сели, а эта лодка не плавает, ну что такое вообще. Мы что, и к себе мол, типа, давайте к нам вот, а мы сидим. Наши друзья, вся эта группа, они в недоумении, что мы вообще туда залезли. И в то же время они вылезти не могут, потому что старше сидят, ну надо, ну хорошо сидим. Ну что, сидим, по крайней мере никто не докапывается. Этот лодочник пошел туда, сел там в лодку свою, приплыл к нам и сказал, пересаживайтесь, это не моя лодка. Я подумал, вот мошенник какой, а, трансцендентный мошенник. Смотрите, он обманул всех, и нас обманул, и еще одно. И вот мы пока перелазили, эти остальные лодочники, они просто там из себя чуть не вылезли, орали на него. А он вообще, знаете, как с гуся вода просто. Спокойно, он даже не обращает на них внимания. И мы поплыли. И мы плывем, переплываем ему, и мы все, знаете, вот так на него все. А и никуда смотреть неохота. Только на него. А он плывет, вот кстати, красивый такой, ну, парень такой молодой красивый. Спокойно гребет. Спокойно гребет. Не торопится никуда просто. Ему кто-то сказал, сколько будет стоить. Он говорит, ну, проблемы. Ну, плывет, плывет. Очень долго. Плыв, плыв. И знаете, охота просто плыть и все, никуда. Никакие храмы не нужны. Просто плывем ему на Гриндаву. Классно так вообще. И вот мы там с горем пополам, мы как-то доплыли до того берега. Вышли такие. И начали уходить. Он говорит, вы сейчас омойтесь, и я вас назад отвезу. Мы говорим, не, 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 мы не омываться. Мы, нам надо в храм Лакши. Он говорит, о, я с вами пойду. Ну, ладно, пойдемте. И он с нами пошел. И он нас не повел там одной какой-то тропой. Какой-то специальной дорогой повел нас. И мы знаете, мы за ним, как вот эти цыплята перед кочкой. За ним везде. И он идет такой вообще, он просто такое настроение. Он как будто вот, ну, как настоящий биджабаси просто. И он идет, и раз, к нам павлины начали слетаться просто со всех сторон. И вот всю дорогу, мы где-то частную у нас нету и больше. И всю дорогу у нас павлины сопровождали. Одни прилетают, другие улетают. Вот такая вот атмосфера. И просто, знаете, охота идти вечно и не приходить никуда. Просто вот просто идти и рядом возле него только, чтобы он никуда не уходил. И вот мы дошли, в общем, до этого храма. Там дети выбежали, там толпа, человек, наверное, 15, наверное, прибежали к нам. И никто денег не просит у нас. Просто бегут, кричат, мы поем, Киртан, они с нами танцуют. Мы пришли, получили даршну бакшми, там, или Киртан хороший. Потом он подошел и говорит, знаете, уже время ка и три. Если вам надо читать, я вас могу сводить. Мы раз такие, ну да, надо га и три читать. Он раз сводил, мы там омылись все. Он говорит, теперь можем обратно идти. И вы пошли обратно. Уже стемнело, уже темно, знаете, так, уже сумерки начинали. Потом раз стемнело. И мы в темноте идем. А вот его видно почему-то постоянно. Как-то вот так получается, что его видно. Нас иногда нет, вот его всегда видно. И раз из глубины, откуда-то из рощи какой-то. Там, знаете, там не электричество, ничего нет. Там вот все как вот действенное такое, действенное вреда. Вот такой. И откуда-то из кустов оттуда такой голос такой. Пожилой голос такой. Хари-О. И такие раз, вот такой. Хари-Кришна. Оттуда опять такой голос. Чипати, чипати. И мы в этот момент понимаем, что мы голодные просто. Но до этого мы об этом не думали просто. А тут прям раз так. О, чипати же это же. И мы таки на него смотрим. Он такой. Типа, ну давайте, пойдемте. Чипати, чипати. И мы пришли, такие сели там, нас рассадили. А там семья просто вот вонопрас пожилых. Пожилая женщина, пожилой мужчина. И у них там печка такая маленькая, слепленная из глины. И они на навозе чипати прям там готовят. Горячие прям сразу раз. И нам сразу подают. И там какой-то дахи они с сахаром еще раз мешают. И вот мы сидим и уплетаем там. И видно, что у всех глаза вот так просто. Все пьяные такие. Никто ничего не соображает вообще. Потому что это даже не махапрасат. Это знаете что-то вообще. Это вот круглая такая према. И все. И вот с кем-нибудь заговоришь, они непонятные вещи говорят. А так просто. А так просто. А так просто. Ну, что вы спрашиваете ничего. И не соображать. Ну, они говорят, пьяный человек. Что вы говорите, что они не понимают, что говорить. И вот мы в таком состоянии. Раз, вкусили такие все. И этот. Мужчина подходит такой. Ну, лоту такую большую. Молока. И этому лодочнику дает. Типа. На. Он такой взял. Стоп. Коснулся такой. И мы пошли дальше. Идем такие. И мы ему говорим. Ну, это кто такие? Он говорит. Да это мама с папой моей. Мы такие. Ничего себе. Мама с папой. Таки ладно. Идем дальше. Идем. 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 Уже темно. И раз. Опять из кустов. Голос такой. Хариба. Все. Все остановились. Харик Кришна. А тут голос такой. Чапати. Чапати. Все. Ааа. Идти или не идти. Как бы. Ну. Все равно. Я из там уже. Как-то уже неудобно опять. Все такие. Ну. Мы не пойдем. Ну. Я такой стою и думаю. Ну. Ты же брамачарий один. Твой дом. Грехасный дом заходить просто. Иди просто. И я на него смотрю на лодочку. Он говорит. Ну. Я такой. Захожу. А там одна. Женщина пожилая. Она одна живет. И она одну чапати всего сделала. Вот такая вот. И такая выносит. И мне такая. Пробой. Чапати. И я вижу это не чапати просто. Это знаете. Это что-то другое вообще такое. Я думаю. Если я сейчас возьму эту чапати. Откушу. То я прямо здесь и останусь. Просто. Я говорю. Матыш. Можно я с собой это возьму? Я говорю. Друзей угощу там. Ну. Проблю. Ну. Спасибо. Спасибо. И пошел. И я это чапати потом засушил. И привез в Россию. Там раздавался. И вот мы пришли на берег ему. Уже темно. Луна светит. Звезды. Мы в лодку таки залазим. Садимся. И поплыли. И плывем. Он выплывает на середину емуны. И на одном месте гребет. А я потом чувствую, что у меня желание такое. Никогда не доплыть до этого берега. Я почувствовал, что многие тоже так думают. Вечно вы так написали. Тишина. Там колокола где-то. У меня там звучат. А вот на ему не просто. Она еще раздлитая летом. Полная такая. И вот он на одном месте. Вы смотрите на берег. И вы на одном месте просто стоите. И никуда не плывете. И он гребет. И он на каждого. Представляете. Он на каждого проливает свой взгляд вот этот милостивый. Кому-то улыбнется. Кому-то там что-то там головой как таким. Каждому внимание уделяют. И все только на него смотрят. И все. И никому не важно. Приплывем или не приплывем. И вот он так. И потом я думаю. Если он сейчас не приплывет. Мы просто я не знаю. Мы здесь наверное тело оставим все. От счастья. Вот именно. Потому что непонятно. Находиться в этом теле как-то дискомфортно. Охота чего-то большего получить. Вот этой знаете. Любви божественной. А вот это тело не дает. И вот желание умереть просто. И все. Лишь бы только ощутить чего-то большего. А он видать это почувствовал. И раз к берегу нас побыстрее. Чтобы мы там не утопились. Это горе. Ну и приплыли к берегу. Вышли. И такое желание отдать ему все деньги. Представляете. Вот такая мистика просто. И мы такие подходим. Окружили его все. И мы говорим. Сколько тебе дать? Он говорит. Нисколько. Ничего мне не надо. Мы говорим. Нет, нет, нет. Мы его тебе что-то должны. Он говорит. Нет, ничего не должны. В итоге мы его так сковали. Достали деньги. Ему в карманы засували. В общем. И говорю. Иди в общем. Мы пошли. Он говорит. Подождите, подождите. И раз ушел. В темноту куда-то ушел. И буквально две минуты прошло. Две рикши едут. Две рикши едут. Подъезжают к нам. Его уже нет. Мы его больше не увидим. Две рикши подъезжают. Нам говорят. Садитесь. Мы вас отвезем. А мы такие сразу. Сколько стоит. Сколько. Ну как обычно. Ну в парке там сразу. Что давайте там. Поедем не поедем. А они говорят. Ничего не стоит. Садитесь. Мы вас просто отвезем. И все. И вот мы потом доехали. И нас отвезли. Я потом еще каждый день туда ходил. На эту станцию лодочную. И искал этого лодочника. И до сих пор. Когда приезжаю во Вриндаван. Когда прохожу это место. Мне кажется. Что я его должен где-то увидеть. Вот где-то он должен быть. И этот лодочник теперь из сердца не вылазит. Это вирус. Это страшный вирус. А он не вылезет никогда теперь. Вот зачем нужно ездить во Вриндаван. Чтобы однажды какой-то лодочник. Или там еще кто-нибудь. В Бриджавасе залез в сердце. И именно он нас заберет в духовный мир. Говорится в духовный мир можно попасть. Только по милости Бриджавасе. Удовлетворите Бриджавасе. Жители Вриндавана. И люди упадут в Бриджавасе. И вот за этим нужно ездить. И этот лодочник никуда не уходит. И это очень больно. Это не просто постоянный экстаз. Это экстаз со страданием. Вот какой экстаз? Такое же и страдание. Потому что вы постоянно чувствуете, что вы не в своей тарелке здесь. И уйти с этой тарелки невозможно пока. Пока еще надо быть здесь. Но этот лодочник постоянно говорит. Я тебя заберу. Потерпи. И вот это заставляет, дает вдохновение жить. Продолжать действовать дальше. Служить миссии. Гуру. Преданным. Кто это делает? Вот этот лодочник, который в сердце там. А кто его тут опустил? Духовный учитель. Потому что только Гуру создает ситуации для ученика. Это обязанность Гуру сделать жизнь своего ученика счастливой. Это его прямая обязанность, чтобы очень ему всегда счастливой. И вот так Гуру действует. Принамангаман ки. Джай. Шилапархупада ки. Джай. Гуру Парампара Гуруискаун ки. Джай. И дай гоуру Примананги. Дай гоуру. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ